Здорово. Это Александр. Послушай, мой друг писатель, а его книгу не пропускает в печать. Надо ему помочь. Я, кажется, понял, чем я могу быть полезен. Походу, нужно кого-то завалить, чтобы твою книгу напечатали, правильно? Нет, нет, чтобы никого убивать не надо. Ну, или сказать, что мир не самое спокойное место на Земле, что может произойти и все, что угодно, но у меня в этом большой опыт. Круто, но не нужно. А что это, пацаны, если не это? Че вы все вокруг да около хуйки, я не пойму. Нужно выстрелить ему в ногу. Что? Ну, в левую. Вы что, кончились? У вас че такие шутки, пацаны, вы такие, да? Антон, ну не кипятите, а щас я все объясню. Ну объясни мне, пожалуйста. А то я за себя не отвечаю. Ну смотри, мой друг писатель. Так. Ему нужно прочувствовать боль по-настоящему, чтобы подробно все писать в книге, и книга получилась бы достоверной. Ну ты понимаешь. Нет. Это какой-то беспредел! Беспредел? Ты знаешь, что беспредел это даже не убийство, потому что это разрешено всеми законами. В любой стране вас могут вполне официально убить. Конечно, не каждый. Но у определенных людей список оснований для этого достаточно большой. Потому что прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав. Если ты определенного уровня авторитета, ты можешь отдать приказ убить несколько человек. И тебе за это ничего не будет. Но запомни, это будет до тех пор, пока за тобой есть эта сила. А если ты президент или премьер-министр, то ты можешь отдать приказ убить тысячи человек. И тебе опять за это ничего не будет. До тех пор, пока у тебя есть власть. Подумай в этом, ботаник. А еще подумай, куда ты денешь мой труп. Куда? В ногу хотел, сука. А муж голый у тебя? Или все-таки в ногу? Ботаник. А-а-а-а!